второе послание петра 1 3 это одно из таких самых базовых мест писаний в моей теологии вот здесь винчина в голову и хотел бы чтобы мы с вами тоже его вспомнили поразмышляли второе петра 1 3 как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью дальше тоже очень важные хорошие слова но сегодня я хотел бы чтобы мы остановились вот на этом одном стихе и я прочитаю также как он звучит современном переводе этот стих то есть разные переводы они просто передают разный такой колорит немножко приходит больше понимания не хочу загружать не вас не себя греческими словами потому просто пользуюсь переводами все что нужно для того чтобы жить и служить богу вот смотрите там жизни и благочестия да но слово благочестия но не всегда понятно но вот так вот на слух то есть но вот хорошо передает другой перевод что имеется ввиду служение богу то есть все что нужно для того чтобы служить чтобы жить и служить богу жить и служить Богу, дано нам божественной властью Иисуса. Мы знаем того, кто избрал нас своей славой и добродетелью. Ну вот реальность такая. Этот стих нужно не просто знать, вот его нужно прочувствовать. То есть вот вообще всю Библию нужно прочувствовать, потому что само по себе знание. Вот если по-настоящему прочувствовать хотя бы вот этот один стих, ну вот жить становится лучше. Почему я постоянно вспоминаю этот стих, часто молюсь им, часто привожу себя в правильное состояние жизни, вот вспоминая вот этот вот стих. Давайте я еще раз вот хочу прочитать, но вот постарайтесь его вот проникнуться им. Смотрите, как от божественной силы его даровано нам все, вот все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью. Я продолжаю тему благодати. Вот уже два воскресения, два служения, да, или две проповеди мои последние, мы говорили о благодати. И я хотел бы еще с другой стороны подойти, потому что этот стих говорит о благодати. Хотя тут нет вот этого слова благодать, но здесь мы читаем слова, что подарено нам, то есть подарено. Вот благодать это то, что нам подарено. Благодать это не что-то, что заработано, да, это не что-то, что дано в долг, то есть благодать это незаслуженная милость, незаслуженное расположение, незаслуженный подарок. И вот Петр говорит о том, что это пришел от Бога, это от Него приходит. Благодать это не что-то, что зависит от меня, это что-то, что захотел Бог и вот Он просто нам подарил. И вот в этой благодати есть все потребное для нашей жизни и для служения Богу. То есть вот когда мы преисполняемся Божьей благодати, все, что нужно, оно есть. Есть два самых несчастных состояния человека. Вот на мой взгляд, вы сейчас подумайте и скажите, вот праве или нет, вот тоже попытайтесь прочувствовать это. Вот два самых. Первое это неверующий человек во Христа, который старается исполнять заповеди Божьи. То есть человек, который религиозен, но со Христом он не встретился. То есть если он не встретился со Христом, значит он не получил Божью благодать, но в то же время он хочет угодить Богу и из-за этого он соблюдает религию. Вот все религии строятся на том, что человек, он по своей сути религиозен, он хочет каким-то образом, вот он он где-то верит в то, что есть Бог, высшая сила, как бы это ни было. И вот он старается соблюдать. И человек такой может прийти и в христианскую церковь, и он может слушать проповеди, и он пытается их соблюдать. Эти вот любить, прощать, миловать, вот что-то еще. И он постоянно терпит фиаско. Он не может освобождаться от своих зависимостей, он не может переживать наслаждение. Почему? Потому что он все время не достигает какого-то вот стандарта, который видит в Писании. И, конечно же, такой человек, он церковный, он ходит в церковь, не знаю, как долго, может быть, даже всю жизнь, но он все равно несчастлив. И я думаю, что вы встречались с верующими людьми, которые все время где-то говорят обоих, вот они религиозные, но они несчастливы. То есть у них нет азарта, у них нет огна в глазах, они когда говорят то религии, то это больше такое бремя, которое они налагают. Ты там не туда идешь, не там стоишь, не так делаешь. Или просто такие люди, они, к сожалению, проявляют вместо добра зло. То есть они бывают просто злые. Вот иногда бывает верующий человек, и ты начинаешь с ним говорить, он злится на все, вот он агрессию проявляет. И это как-то не попадает в то понимание, что Бог же есть добрый, и он проявляет добро. По идее, мы верующие тоже должны бы становиться все добрее, но некоторые есть, чем больше в церкви, тем злее. Встречались или нет? Вот спросите, встречал ты такого или нет? Если нет, то я вам найду кого-то, познакомлю. Но у нас в церкви я не найду, это надо будет по другим церквям пройтись и найти кого-нибудь злого какого-то. Вот. Потому первая категория людей, смотрите, люди, которые пытаются угодить Богу, но без Христа. Без Христа. То есть религии, религиозные люди. Другая категория людей, это те, кто уверовал во Христа, то есть вот они действительно встретились со Христом, но они продолжают жить старой жизнью. То есть они не практикуют жизни, которая теперь свойственна их новой природе. То есть у них не, они не подражают Христу. И такие люди, они постоянно, мы слышим, вот они вроде любят, они там какими-то этапами вроде там и Богу служат. И вот, то есть когда у него такое вот прозрение, скажем так, дух когда побеждает, то вот это вот такой счастливый христианин. Но он постоянно падает, постоянно куда-то он ну сваливается и не может преодолевать какие-то, он не может оставить плохие сообщества или он не может разобраться со своими мыслями или эмоциями. То есть смотрите, в чем тут секрет? Это природа. То есть человек, который не встретился со Христом, он в принципе, он не может наслаждаться Богом и жизнью, просто потому, что его природа греховна и он не находит удовлетворения в заповедях Божьих. А человек, который встретился со Христом, но который продолжает искать удовлетворение в старых греховных вещах, он уже не получает того удовлетворения, которое он получал раньше. Понимаете, да? То есть неверующие люди, допустим, многие выпивают и они получают удовлетворение от того, что они выпивают. А верующий человек, который продолжает искать утешение в вине, он уже не получает наслаждения и он обременяется этим, но так как он не понял, что это уже не его образ жизни, то у него это не получается. Или это может быть, допустим, критика, да? То есть человек, который в старой жизни он был критичным и он может быть и в церкви и благодать его касается, но потом он возвращается к старому образу жизни и чтобы сфокусироваться на хороших, правильных вещах главных, он постоянно продолжает критичным, то есть он не позволяет Богу преобразовать его разум и таким образом он тоже несчастен, ну почему? Потому что человек критичный он не может быть, сварливый, да? Он не может быть. И это говорит о том, что если мы встретились со Христом, то теперь нам нужно изменить наши привычки, изменить наши цели, то есть нужно следовать за Христом, позволить Господу, чтобы он преобразовал нас внутри и таким образом мы становимся счастливыми. То есть все, что мы делаем теперь во Христе, оно соответствует нашей новой природе и это приносит нам счастье. И конечно же мы не соответствуем идеально, потому у нас старая природа еще проявляется, но так как этого становится все меньше и все больше мы накапливаем благочестивых привычек, таким образом в целом наша жизнь все качественнее, лучше, счастливее, мы здоровее и эмоционально, и интеллектуально, и во взаимоотношениях, и во всем. То есть и жить можно, вот изменения эти происходят, это не из-за того, что человек один раз пришел и вот посвятил свою жизнь Христу, это постоянное следование за Иисусом Христом. Вот каждый день делая вот правильные вещи, вот каждый день следуя за Господом Иисусом, собственно говоря, наша жизнь в целом меняется и именно поэтому мы не всегда видим изменения вот прямо сейчас. Да, я на прошлой проповеди проповедовал и говорил, что точно так как проклятие, так же и благословение. Что-то мы видим сразу же, что-то мы видим через какой-то период времени, а некоторые вещи мы даже не увидим результат. Почему? Потому что это передастся на наших детей и физических, ну например, кого мы испытываем, и на наших учеников, ну то есть это в поколение передастся. Потому, живя вот этой вот жизнью, мы понимаем, что мы не стяжаем и не получаем все сегодня действия благодати, но само то, что мы живем в благодати, в целом нашу жизнь сделает лучше и лучше и лучше. Поэтому очень важно следить за собой. То есть вот в чем, если я живу без благодати, смотрите, тут реальность какая, благодать мы должны переживать постоянно. Мы не можем, как некоторые, у них все свидетельства пять лет назад, десять лет назад, то есть он говорит, вот тогда это было, вот когда-то это было, что значит когда-то, а что сегодня, жизнь продолжается и Бог дает благодать нам на каждый день, на каждый вызов нашей жизни, на каждое неудовлетворение нам нужно прийти, встретиться со Христом и получить благодать. То есть это постоянная такая зависимость. И вот чем больше зависимости от Христа, тем больше благодати, тем больше исцеленной жизни. Потому что если нет духовного роста вверх, то статично мы никогда не остаемся. Если мы постоянно не тренируемся к тому, чтобы качать духовную часть жизни, то мы обязательно будем уходить вниз. И сначала это может быть никому не заметно, потом это может быть заметно только нам, со временем это заметно и всем другим, когда человек уже ну совсем далеко ушел и живет без благодати. В общем, жизнь христианина это постоянная связь с Богом, связь с Иисусом Христом и обновление божественной благодати. Мы не можем ее накопить, это как манна небесная, которая дается на каждый день. Если я сегодня не собрал манну небесную, например, у меня осталось со вчерашнего дня, то вчерашняя манна что? Она червивая. Да, конечно, можно есть, но удовлетворения не будет никакого. Вот поэтому некоторые верующие, которые живут старыми откровениями, они не удовлетворения не получают. Вроде бы как свидетельство есть. Они говорят, ну вчера же это было вкусно. Вчера да, но сегодня это уже не годится, потому что Бог хочет сегодня общаться с тобой и дать тебе благодать, а не чтобы ты жил чем-то другим. Хорошо, вот такое вступление у меня получилось. Если вы во Христе, у вас есть все, что вам надо. Вот как бы это не звучало. То есть вопрос такой, чего у вас не хватает? Вот чего у вас не хватает? Вот если вы думаете, что чего-то не хватает, значит вы просто не верите Христу, что Он говорит, да все у тебя хватает для того, чтобы ты мог наслаждаться жизнью. А проблема опять же в чем? В том, что большинство людей не счастливы, потому что у них чего-то не хватает. Реальность такая, нехватка это не материальная проблема, это духовная проблема. То есть недостаточность это не материальная проблема, это духовная проблема. Смотрите, нельзя на одном стихе строить всю теологию, всю доктрину выбирать из одного стиха. То есть в Библии есть очень много стихов, которые говорят о разных сферах жизни. Вот этот вот стих говорит, что когда мы во Христе, у нас есть абсолютное удовлетворение. Вот это вот важный фактор. Многие люди думают, что чтобы они были счастливее, им нужно больше денег, им нужна новая работа, новая страна, новый муж, новая жена, еще что-то другое. Так вот, реальность такая. Вот Петр, он четко говорит, если у нас есть неудовлетворение, то нас не хватает Христа, а не чего-то еще. Потому что во Христе мы можем получить абсолютное наслаждение вот в тех условиях, в которых мы находимся. Иногда это легче, иногда это сложнее, но вот почему я постоянно напоминаю себе это местописание, потому что я не всегда доволен. Я не всегда доволен собой, я не всегда доволен обстоятельствами, я не всегда доволен какими-то взаимоотношениями. Ну, то есть недовольство это часть жизни, но тут нужно понимать, что прежде чем исправлять свою жизнь, сначала нужно прийти и понять, что все, что есть у меня сейчас, это достаточно, чтобы я наслаждался жизнью и был доволен. Есть, конечно, крайность. Некоторые люди, они говорят, «А, ну раз во Христе, всего достаточно, все доволен, значит, я ничего делать не буду, это же все он дает мне. Поэтому, ну вот я буду сидеть, а он вот, ну или знаете как, ну такая воля Божья, у меня нет ничего, ну такая воля Божья. Почему? у меня нет ничего, такая воля Божья. Это неправильно, потому что другие места Писания показывают о том, что в принципе хотеть расширение пределов это тоже воля Божья. То есть Бог говорит вообще изначально, что я даю малое для того, чтобы размножить по всему миру вас, да? Он говорит, я хочу, чтобы вы преуспевали. Он показывает примеры и зачем он нам показывает мудрого Соломона, который обладал богатством и все притчи написаны о том, что мудрый приобретает, да? Почему Бог говорит об идеальном браке? Почему Бог говорит о том, что мы можем иметь мир со всеми? То есть он показывает эти цели, к которым нужно идти. Но этот стих, он исправляет, что исправление всей нашей жизни должно сначала зависеть от исправления наших отношений с Богом. Потому что если нас радует в жизни что-то больше, чем взаимоотношения с Богом, значит тогда у нас есть духовная проблема. А если у нас есть духовная проблема, то значит тогда мы в принципе будем идти к поражению. Потому что тогда мы начинаем уже поклоняться не Богу, а чему-то, от чего мы получаем удовлетворение на этом этапе. И это значит, что рано или поздно мы придем к разочарованию, глубокому разочарованию, глубокой депрессии. И теперь мы можем перейти к следующему такому пункту, проповедь, это у меня так написано, что твоя жизнь имеет значение. Вот твоя жизнь имеет значение. Часто думая о каких-то мега-глобальных вещах, мы забываем о том, что Иисус сегодня спасает именно человека. Именно человека. А кто такого, какого человека Иисус спасает и на какое спасение мы можем оказать ну вот такое вот абсолютное влияние. Это моя жизнь. Моя жизнь. Вот если Иисус не спасает вот персонально мою жизнь, значит, тогда получается он не мой личный спаситель. Ну да? То есть мы говорим Иисус спаситель. Да. Но вот если Иисус спасает Назара, а моя жизнь остается не спасенной, она наоборот катится в пропасть, то получается Иисус спаситель Назара по факту. Да? А что мне от того, что Иисус спасает Назара, если моя жизнь катится в пропасть? Я бы хотел, чтобы иисус спасал меня или нет да вот спроси за себя ты кого хочешь обису сказал меня или тебя вообще-то ну обоих конечно правильный ответ обоих да но смотрите повлиять на обоих мы не можем мы можем вот нести ответственность и честно признаться вот иисус является ли спасителем моей жизни а даша должна признаться является лицу спасителем ее жизни и спасение это не что-то такое мистическое непонятное жизнь становится все хуже но я радуюсь да как в том анекдоте про харизмата я верю что я не в аду я верю что я не в аду то есть а я верю что я миллионер а я верю все равно что я миллионер так ты уже три месяца не платишь по счетам ну еще а я то верю что я миллионер ну есть такая да у нас формулировка дурень думка и что там богатие такая пословица народные вот так вот нам нужно как бы жить в реальном мире иисус получается пришел в мою жизнь вот он пришел реально постучался ко мне чтобы спасать меня и конечно же дальше мы читаем волю божью о том чтобы через меня я мог это спасение принести дальше а как я принесу дальше спасение если я сам спасение не переживаю тогда я передаю получается просто сухие знания притом уникальность проповедование иван или в том что даже если я передаю сухие знания то это слово может спасать человека который берет и применяет эти знания а я как раз могу остаться просто ну человеком который вот взял подарок отдал кому-то но сам совершенно не съел этот кусок пера хотя он изначально предназначался знаете как мы пиццу там передаем вот возьми себе кусочек и передай другим но некоторые берут и отдают дальше остаются без пиццы вот получается некоторые верующие так и тогда все съели все наели все поели а один остается не наевшись так вот благодать божья бог пришел вот мою жизнь не просто для того чтобы я передавал а чтобы это касалось меня и по большому счету ученичество как раз том чтобы применить иисуса если так можно сказать и потом поделиться вот тем свидетельством которые у меня есть чтобы и другие могли его применить потому иисуса достаточно для всех но первично ученичество на том что для меня аминь и так вот твоя жизнь имеет значение у нас у всех есть свое представление о жизни да вы представляете вообще свою жизнь ну вот мечтаете как-то вот свое а не представляешь даже как это представляет свою жизнь смотрите но все равно если вы не представляете начинаете представлять свою жизнь вот ну почему потому что опять же эта проблема многие люди они так увлечены вот ну жертвенной до жизнью которую они потерпели что свою жизнь они не включают в в план и поэтому очень часто но мы получаем ну там людей не удовлетворенных несчастливых и они говорят там меня в жизни ничего хорошего нет ничего не было ну почему потому что если сам не занимался своей жизнью то никто никакой дядя не придет то есть это иллюзии уже нет правильно у нас там у старшего поколения была иллюзия что там советском союзе а тебе позаботиться никто ни о ком не заботился не тогда не заботиться сейчас потому наша жизнь наше спасение это персональное взаимоотношение с богом но вот смотрите вы представляете все свою жизнь и это нормально вы думаете какой бы хорошо было если у меня была семья какими я хотел бы видеть своих детей каким бы я хотел видеть мое служение каким бы какой бы я хотел видеть свою работу ну и вот эти вот все представления в целом вот они создают вот ту идеальную жизнь которую я хотел бы видеть но секрет вот в чем сейчас я вам скажу любое вот представление вашей жизни которые увели у вас есть она неправильно так что нужно ли представлять свою жизнь да конечно же потому что все мы имеем представление того лучшее будущее в которой мы хотели бы войти но всегда нужно иметь ввиду то чтобы мы не напредставляли это не идеальная картинка вот поэтому нам нужен господь который должен нас исправить и реальность такая чем больше бог изменяет мое мышление мои эмоции и образ моей жизни тем все четче я могу представлять свою жизнь но я никогда идеально не представляю свою жизнь почему да потому что я все равно человек который крайне испорчен грехом и даже если мне уже с богом исходя из того что я долго с ним общаюсь мне удается ну переживать какие-то благословения я все равно до конца не исправлен именно в этом есть опасность когда ну такое же бывает практике приходит человек в церковь он полностью разрушенный разбит а потом за какое-то время вот он восстанавливается вот он перестает там пить или там наркотиками увлекаться да просто ну там растрачивать свою жизнь вроде бы появляется какая-то мудрость с него что-то уже начинает получаться и потом он говорит то вы тут никто еще знаете интересно когда ты человека знаешь там десять лет назад а потом слышишь его свидетельство когда вот у него бог начал все лепить до кучи и он тогда говорит вообще я был успешным человеком вообще церковь пришел там чуть ли не все вы должны мне все ты думаешь откуда это интересно такой пришел потому что когда ты пришел вообще-то так все не выглядело и у тебя не было даже там штаны за что купить но люди забывают это и надмиваются да вот чтобы мы никогда не надмились и не подумали о себе больше чем мы есть всегда нужно помнить что наша жизнь до конца никогда не исправлена ну до тех пор пока мы не умираем что такое приходи ко мне на прием я я проверю что-то потому что в принципе моих тоже но нам нужно понять правильно ли мы смотрим на смерти по-библейски да то есть реальность такая иисус пришел прежде всего исправить нашей жизни он будет этим заниматься постоянно поэтому нет ничего страшного если он все идет не по нашему плану то что делает он лучше евангелие от иоанна 1 глава 4 стих я об этом могу много говорить но как бы этот стих такой базовый а как с которого иоанн начинает свое евангелие в нем была жизнь и была светом для людей или для человека когда иисус пришел он был единственный во все времена евангелие иоанна 1 глава 4 стих он был единственный у кого была настоящая вот жизнь такая какая должна быть вот почему когда мы хотим понять настоящую жизнь мы должны приходить только к иисусу мы не должны искать ее внутри себя мы не должны даже искать ее друг у друга потому что друг у друга мы можем увидеть только частички жизни христовой например когда мы читаем герои вот настоящих библейских героев например в ветхом завете все равно все эти герои они просто могли только чуть-чуть показать ту жизнь которая ну является героичной да вот правильной но другая сторона их жизни и слава богу за это библия что она честно рассказывает ну а том же давиде о том же соломоне то есть она не прорисовывает только героев она показывает тут же и плохую сторону их жизни что они оставались грешниками потому никто из них не является нашим героем у каждого из них и сегодня у каждого из нас мы можем увидеть что-то в чем бог уже преображается но в то же время на другие стороны мы не можем ну как бы полагаться друг на друга или на того же давида или на соломона или на кого-то еще у них у всех есть недостатки только иисус был абсолютно идеальным человеком и писание говорит что он был как второй адам именно в том состоянии до грехопадения именно поэтому нам нужно изучать писание а иисус он прописан ну так скажу тайным таким кодом да и веткам и в новом завете то есть во всем священном писании и конечно самое точно это евангелие но тем не менее ветхий завет он показывает вот эти характеристики пророческие на христа потом христос приходит вот он идеальный человек вот он идеально мыслит идеально поступает идеально реагирует идеально говорит вот он идеально говорит и вот его жизнь идеальна и вот насколько мы можем это пережить вот это мы также и должны демонстрировать показывать друг другу но никакого другого ну скажем так идола кроме иисуса христа в нашей жизни быть не может и мы никогда не должны искать вот абсолют ну где-то а искать его нужно только в иисусе христе в нем единственном была жизнь ни в ком до него и ни в ком после него не было идеальной жизни согласны поэтому как только мы видим знаете как читаем о каких-то людях восхищаемся ими мы должны понимать что это не абсолют и не факт что эти люди не вели себя например сегодня есть очень много героев есть очень много книг есть очень много знаете сегодня называть так лидеров мнений там и люди вникают там людей которые много денег заработали что-то еще но зачастую мы не знаем ну все тонкости и потому их учение соответственно например джи бенджамин спок мое время в мое время считаю что это один из там лучших учителей по воспитанию детей вот но практически никто не знает информации что у самого этого бенджамина спока кто-то там из детей покончил жизнь самоубийством то есть он не был счастлив у него не получилось сделать свои детей счастливыми но он написал классные книги исходя из своего мировоззрения и допустим вы знаете сегодня философия мира такая детей нельзя например наказывать там до дисциплинировать им нужно позволять все но библия говорит по-другому и это наш выбор кого мы будем слушаться ну и так далее то есть семья каким образом строится семья как писание говорит или же так как мир нам предлагает как строится взаимоотношения и это все вот должно изменяться изменяться у нас разуме у нас в эмоциях у нас в голове но если мы поймем что вот только в иисусе и только в священном писании есть вот эти вот абсолюты где честно если зло названо злом значит мы должны принять это даже если мы нам и не скажем может это не такое большое зло ведь все в мире же говорят ведь эксперты же говорят или кто-то еще говорит или там тот же фактор там управление деньгами да и ну короче много-много всего в общем иисус это идеально потому наше представление о жизни должно быть исправлено исправлено и вот один из моментов который на который нам нужно обратить внимание это то что во христе бог хочет дать нам избыточную жизнь то есть какой же жизнь должна быть во христе она должна быть избыточной с одной стороны вроде бы как читая первый стих что вот имея да как там мы читали от божественной силы уже подарена то есть подарена это вот сейчас то есть это вот реально вот то что ты имеешь это вот реально дано нам да то есть не то что я надеюсь иметь не а вот то что имеешь вот деньги сколько есть вот скажем так эмоциональное состояние какое есть люди вокруг нас какие есть там условия какие страна какая есть да там я не знаю ну вот вот все вот наш зал какой есть ну вот вот он нам дан не конечно мы хотим там таком зале там быть но он нам не дан вот честно и вот это вот момент при котором мы должны быть но это не значит что ну и все что вы тогда ищите лучше что вы тогда хотите вот и собираетесь тут зимой просто будем теплее одеваться и все ну дан же зачем нам стремиться но нет конечно же нет потому что теперь мы когда читаем господь говорит я хочу чтобы наслаждались вы мной и я вам дам такие возможности которые вас самих удивят они других людей удивят почему потому что я могу благословить больше чем любой идол но для меня важно чтобы наслаждаться вы продолжали мной а не тем что я вам даю потому что настоящее наслаждение оно как раз вот и должно быть всегда вот сфокусированным на боге дающим нам благо у меня есть разные знакомые и есть богатые люди и наверное в современном обществе может быть кто-то из вас тоже вы были на таких бизнес семинарах бизнес тренингах вот и одна из идей да вот бизнесов таких когда люди качают материальную сферу они говорят там ну один из них и при том это говорят христиане почему потому что бизнесмены христиане это тоже такие своеобразные люди которые не до конца понятно они свободны от денег или нет то есть они ходят в церковь они проповедуют церкви но все равно немного говорят о деньгах и к сожалению очень многие мало дают денег вот это такое так вот идея такая когда-то я слышал такую идею что у каждого человека должен быть свой на тот момент там финансовый ноль ноль финансовый ноль и иду и объясняется это так каждый из вас должен решить какой ноль финансовый вам нужно ну вот с которого вы будете стартовать а 0 финансовый у каждого разный то есть вот в этом проблема любой не истины что нет абсолютной истины то есть нет абсолютного стандарта для всех то есть истина это абсолютный стандарт для всех а когда у всех свое то тут вот уже размываются границы ну например там для для кого для даши да ну 0 такой примерно это там иметь работу сводить концы с концами вот уже хорошо там все заплатила и без долгов перейти в следующий месяц вот допустим для вероника нет для вероники 0 такой нужно иметь но там опель какой-то вот содержать его этот обиль гараж иметь и кушать в ресторане а не так как даша постоянно сама себе готовит там вот для неё вот такой вот 0 и вот она должна создать себе этот 0 на этом 0 и она вот будет наконец-то счастливая ну и собственно говоря и тогда конечно даша думает ну некий как-то бог жизнь лучше дал чем мне потому что я у плиты стою постоянном пельмени вот леплю варю там или что-то еще делаю вот не она а женя говорит не ну некий классный 0 но мой-то 0 он какой-то mercedes хотя бы должен быть ну и не старше чем пятилетний там ну вы поняли да и вот сидите все в зале сидят и это самое хуже что это все верующие сидят и им вот задвигается эта идея вот так пропишите сейчас вот ваш ноль где вы хотите жить как вышел сколько вы хотите денег потому что смотрите за весь образ жизни нужно платить в действительности но здесь мы наверное это больше даже чувствуем чем дома да потому что тут если ты имеешь машину дома хотя бы парковать ее можно где угодно вот мы тут например с мариной задумываемся на каком этапе нам понадобится машина уже немножко посчитав сколько расходов она должна тянуть за собой там да просто вот думаю так вот смотрите реальность такая сейчас надо мне сделать паузу чтобы каждый из вас примерно подумал сколько вам надо для нуля или сразу сказать ответ сразу хотите да а не ну во христе но библия более точно что значит во христе вот скажи если же не будет ездить на мерседесе на новом этого христе или нет конечно во христе а даша пельмени варить каждый день будет дома и сама лепить потому что то же во христе потому и и сто процентов что каждый может наслаждаться в этот момент вот и нас мы же уже поняли с вами что наслаждение как раз зависит не от пельмени от мерседеса но где же теперь вот это вот грань так вот есть стандарт смотрите друзья на каком мы можем чувствовать потому что если же не прорисует себе этот стандарт то я думаю что она может всю жизнь быть несчастлива ну потому что не все кто мечтают о мерседесе ездят на мерседеса ну давайте будем честными что разве вы не видите людей которые 10 лет я я видел целый ряд людей которые были уверены что они будут миллионерами вот они были уверены вот и и они все время говорили вот как только я стану миллионером вот тогда я вот начну там богу служить и все делать так вот такой человек и ну вот те которые у меня сейчас голове всплывают они никто то есть у них они даже лучше не стали чем были они обременены так как были таки остались не то что миллиона я не знаю чем них вообще там хоть хоть тысяча есть в заначке или нет так вот библия говорит стандарт на основании которого мы все можем быть абсолютно довольны то конечно же вот смотрите если имея пропитание одежду будем довольны то есть это говорит библия но опять же откуда я взял почему он рассказывает эту историю потому что вы будете находить проповедников которые скажут нет ты нищеброд и ты не должен быть доволен в этот момент а я миллионер и потому счастье расскажу как вот быть довольным и реальность такая каждый из нас бог может сделать нас миллионером то есть в этом вообще нет проблем вопрос довольства это то что будет потому что если мы это не находим и и многие как это я вам показал такой до контраст и кто-то думаю ну не мне столько не нужно но именно на это люди прожигают свою жизнь когда вместо взаимоотношений с богом они бегут на работу и у них нет времени на то чтобы общаться с богом у них нет времени чтобы читать библию у них нет времени чтобы попить там кофе или чай с иисусом у них нет времени прийти в церковь почему в этот момент они зарабатывают деньги такие люди думают что обманно думают ложно думают то есть им это навеяли или это еще старые стереотипы что жизнь человека зависит от изобилия имения а иисус абсолютно точно сказал в луки где-то он сказал в луки у меня здесь записано 15 кажется глава 12 стих или наоборот 12 луки 12 15 иисус вот так открытым текстом сказал жизнь человека не зависит от обилия имения вот так вот потому теперь как хотите то есть значит ли это что нам нужно бояться имени нет просто от этого не зависит жизнь человека и он часто приводил притчи когда говорит есть человек которого урожаю родил такой что он сразу поднялся и и стал миллионером господи завтра умрешь глупый человек он радуется не знает чему завтра умрет любимая тема жени понимаете уже другая тема у нее конечно наша любимая тема жизнь но смерть это одна из самых объективных реальности жизни которая должна давать нам вкус к жизни вот и нам не нужно забывать и так ваша жизнь имеет значение и нам нужно стремиться к избыточной жизни когда к нам приходит избыточная жизнь сейчас здесь сейчас здесь у всех у нас уже есть избыточная жизнь у всех у нас почему ведь так говорит писание у вас уже есть все потребное для жизни и благочестия или мы изменим мышление и скажем я уже живу избыточной жизнью несмотря что у меня есть только пропитание и одежда например хотя я думаю у но у всех нас даже есть чуть чуть больше вот да но даже если допустить что вот у вас есть только дневное пропитание и это единственная одежда что на вас господь говорит все равно у тебя есть что-то что ты можешь дать что ты можешь пожертвовать когда мы это поймем смотрите у нас просто перестанут быть вот такие вот аргументы у меня не хватило времени у меня не хватило денег или у меня не хватило сил или не хватило еще потому что иисус говорит не у тебя достаточно всего для того чтобы вот сейчас здесь жить и служить богу вот почему я говорю что это место писания его недостаточно просто выучить наизусть и а над ним нужно сидеть его нужно думать вот и понимать и прочувствовать и начать наслаждаться тем так я уже очень неплохо себя чувствую мне уже классно а впереди будет еще больше потому одна из ошибок я заканчиваю уже одна из ошибок самых сильных ошибок которая мешает нам быть счастливыми во христе это когда мы сфокусированы не на том что он нам уже дал а на том чего у нас нет и поэтому это полностью ну как бы меняет образ жизни если я понимаю о том что вот сейчас здесь вот все что у меня есть это достаточно для жизни и благочестия то первая задача которой мы должны заниматься друзья постоянно это постоянно правильно оценивать тот ресурс жизни который у нас есть то есть нам нужно упорядочивать то что есть и опять же писание очень часто предупреждает что хороший урожай бывает на ниве бедных да но эти люди все равно всегда останутся бедными почему а потому что они так и не приготовились тому урожаю и они не смогли его ну конвертировать деньги да там или в свою жизнь и эта проблема почему многие из нас мы можем оставаться все время на одном уровне потому что мы пропускаем то что бог дал в погоне за тем что он нам не дал и возможно никогда не даст потому самая первая задача которой мы каждый день должны заниматься это правильно распоряжаться тем что есть как минимум это таких три группы товаров чем мы должны распоряжаться деньги потому что деньги это тоже влияет на нашу жизнь это то это это та валюта в нашем мире это деньги вот второе это время то есть это тоже ресурс их некоторые сравнивают да с деньгами даже там мирская пословица говорит время деньги потому что действительно время это то вот что мы вообще получаем тоже как какой-то ну там эквивалент на каждый день вот она у всех абсолютно одинаково и третье это наши способности это дары то есть как минимум можно расписать много еще моментов ну детализировать это все ну например там это и работа да ну которую я имею это и ну можно время делить на занятое свободное время можно говорить о семье можно говорить о взаимоотношениях там о дружбе отдых ну то есть но если не детализировать а просто вот разобраться как как у вас дела с вашими деньгами если вы говорите что у вас не хватает на приношение то бишь на служение богу скорее всего вы так и не поняли что бог вам дал и он заложил туда то что нужно посвятить для служения богу если у вас вы говорите не хватает времени для того чтобы проводить время но как минимум в молитве и в изучении библии значит тогда скорее всего вы так и не поняли бог вообще-то дал вам достаточно времени для того чтобы вы на это уделили время а если вы не уделили если вы живете не избыточной жизнью тогда жизни у вас будет становиться все меньше денег может больше будет если вы будете больше работать а жизни будет меньше и вот если вот уловить вот эту вот пропорциональность то тогда вы поймете ну вот этот секрет библии когда жизнь человека зависит от бога а не от обилия имения если люди говорят но у меня на служение нет опять же да богу чтобы я реализовывал вот тот дар который он дал у каждого из нас свой какой-то дар то тогда значит мы так и не поняли жить избыточной жизни а например другие местописания помните иисус говорит у кто имеет тому дано будет а кто не имеет у того отнимется ну вот такое странное ну реально давайте так ну я говорю дашь у тебя есть миллион дай реально есть миллион или виртуальный не ну ты почку имеешь ввиду я не это имею в кармане вот сейчас есть миллион долларов и иисус такой ах да что у тебя нет я у тебя их заберу забирай ну да то есть что иисус говорит я вас заберу то чего нет он говорит то что вы не оценили если вы не поняли что у вас есть избыточная жизнь вы будете только терять если вы поняли то тогда он говорит тогда я вам приумножу умножу и вся библия она вот таким вот образом спрятана потому люди которые смотрят на писание поверхностно которые не любят библию которые не любят изучать писание то они некоторые месяц моменты прочитывают и уходят дальше и как это работает это непонятно но это какая-то не сенитность я бы сказал и украинскую мову не сенитность у кого есть тому прибавится у кого нету того заберется и он тут же рассказывает вот эту вот притчу да что одному дал пять другому два третьему один и тот кто кому дал один тот обесценил это и просто зарыл его вместо того чтобы приумножить и шо говорит господь заберите у этого дайте кому 10 так это несправедливо у того и так 10 он приумножил у него 20 а у этого нет ничего господи как же так он это так работает царство божье если ты все равно не считаешь и не ценишь спасение которое господь дал и те ресурсы которые он дал он говорит так а зачем она вообще тогда тебе отдайте его и вот это вот один стих он как раз вот приоткрывает вот эту вот завесу во все эти вот секреты царства божьего он говорит как от божественной силы его даровано вам кому вам те кто принял христа даровано все потребное для жизни и благочестия или для жизни и служение бога а интересно господи теперь мне только надо разобраться вот из того что есть что для жизни а что для служения богу но обязательно должно быть и то и другое потому что если меня есть только для себя то тогда господь говорит и так и не понял потому что во христе у тебя избыточная жизнь ты не можешь все съедать ты не должен съедать те семена которые нужно сеять ты не можешь съедать то что я дал для того чтобы ты пожертвовал в царство божье или ну или где-то распространил ты не можешь весь дар тратить только на себя и только о себе думать потому что за это не жизнь в царстве божьем тогда это жизнь в этом мире который катится в ад и ты тогда часть этой системы и ты еще и церковь тянешь в этот мир аминь аминь в общем у нас у всех друзья есть избыточная жизнь иоанна 10 10 вор приходит для того чтобы украсть убить и погубить я пришел чтобы имели жизнь имели с избытком и так как от божественной силы его даровано нам все потребно благодать она уже есть как мы ее получаем через иисуса христа когда мы встречаемся с иисусом христом мы получаем не из-за нас не имеет значения кто вы как вы хорошо работаете шо вы делаете как сильно вы служите насколько вы посвящены мы все это получаем через иисуса христа это в любом случае подарок и это и есть евангелие евангелие это то что вообще не зависит от нас то что зависит от иисуса христа и нам нужно об этом думать об этом подарке до тех пор пока не начнут меняться наши эмоции наши знания и в конце концов наше поведение любой недостаток который мы ощущаем а я часто ощущаю недостаток начиная с самого простого иногда я встаю и я ощущаю недостаток сил иногда ощущаю недостаток допустим энергии какой-то иногда мне настроение просто нет и тогда я говорю господь давай с этим поработаем потому что я же должен быть счастливым человеком да и я понимаю что любой недостаток или иногда бывает недостаток денег да вот ну иногда он возникает даже так наперед мы например начинаем переживать а смогут ли будут ли у нас там выплаты на следующий месяц так вот любой недостаток верующего человека должен привести к тому что это иисус зовет его пообщаться с ним почему потому что любое вас восполнение мы получаем через познание христа познание христа поэтому ну это работает именно таким таким образом то есть любой не к нибудь ощущение недостатка приводит нас даже должен привести нас к умножению познания цель любого познания лучше понять иван или писание то есть что мне делать допустим когда у меня ну там кризис в деньгах или кризис в любви или кризис в взаимоотношениях, или кризис в церкви, или кризис радости, я не знаю, какой-то. Ну и в конце концов результат, результат исправления жизни, это я просто становлюсь счастливей. То есть и в этом фокус. Денег может быть не больше, а я реально становлюсь стабильнее, увереннее, счастливее. А самое главное, питание и одежду я имею всегда. Как узнать, живу ли я в благодати? То есть вот... Все получается как раз? А? Все получается как раз? Да, все получается как раз. Но вот как узнать по факту, сегодня я жил, привлекал ли я благодать в свою жизнь или нет? Щедрый и радостный. Ну да, щедрый и радостный, вы все правильно говорите. Но в данный момент я имею в виду три сегодня. То есть реальность такая, общался я со Христом или нет? Смотрите. Люди этого мира оценивают успех именно из-за того, какой статус, сколько денег и всего. И это все доступно христианам. Но мы не оцениваем успех так, зная то, что деньги не дают абсолютный ответ. А еще и приносят с собой проблемы. Любим ли мы сегодня больше Иисуса Христа, чем вчера? Люблю я с ним проводить время или мне уже что-то интересует больше, чем вот просто взаимоотношения с ним? Вот это вот главный вопрос. Я думаю, каждый из нас вспомнит те моменты в жизни, когда мы в церковь бежали, потому что нам хотелось. И я думаю, у каждого верующего человека бывают периоды в жизни, когда мы идем в церковь просто потому что повинность, потому что такая привычка. Вот нужно обращать внимание на то, интересует нас ли Бог, все ли еще продолжает интересовать. Или наша жизнь просто превращается в определенную религию. Когда мы молимся дома, это просто вот формальность, мне просто быстро надо прочитать Библию и забыть о ней. Или же это то, что возбуждает, что интересует меня, с чем я взаимодействую, о чем я размышляю, что я переживаю. То есть сердце имеет главный фактор в этот момент. И вот если это теряется, вот тут вот нормальный разумный верующий говорит, что-то нужно с этим делать. Мне нужно опять ко Христу и получить наслаждение, а не просто какие-то инструкции или что-то еще. И вот три сегодня, они по большому счету, они призваны нас постоянно держать в таком тонусе. Но три сегодня, это Библия, молитва и проповедование, опять же, это не повинность. А это то, действительно ли мы наслаждаемся и живем этим, действительно ли мы получаем от этого благодать. Или опять же, мы просто вовлеклись в формальную религию. Если формальную религию, это не может долго продолжаться. Это приведет нас в состояние, ну вот этого вот несчастного верующего, которого уже задолбало. Марина говорит, что такие слова нельзя использовать на проповеди. Ну уже, ну надоело уже читать Библию, я уже ее читал. Ну что это каждый день, каждое воскресенье, служение, что-то вообще, кто такое придумал? Летом, сейчас, перед нами такие возможности, мы сидим тут и... Когда он уже перестанет проповедовать, уже пусть отпустит нас, он пирожки кушает, которые Аня приготовила, или кто, или Алена. Алена, которая приготовила, а он нам это тылдычит, тылдычит это слово Божие, да? Вот тут уже это слово Божие. И в этот момент просто нужно анализировать свое сердце, друзья. Потому что, если я люблю Христа, помните, Мария, опять же, это вся Библия, как ее можно не любить? Мария и Марфа, да? Марфа классные вещи делала, классные вещи. А Мария просто как зачарованная, она села и слушает его с открытым ртом. А Марфа ходит и кастрюлями же звучит, говорит, ну что тебе, дела нет, я одна вот это вот суечусь. А это уселось и сидит. И он говорит, Иисус не говорит, что это неправильно, гостеприимство это часть была еврейской культуры. То есть, так же, как и в украинской, это нормально. Она говорит, она выбрала лучшую часть. Она выбрала лучшую часть. Вот лучшее, это получить наслаждение. А другая, это потом еще и денег заработать. В общем, если мы поймем, что взаимоотношения со Христом, как мы получаем благодать? Только через взаимоотношения со Христом. Благодать получает только тот человек, которому Христос... Вот, я думаю, где это было написано. Смотрите, все, последнее вообще. Так красиво я написал, прочитаю и все. Мы живем во время, когда мы можем иметь все, что нужно для жизни и благочестия. То есть, реальность такая. До Христа не было такой возможности. Только вот христиане могут жить вот так вот, имея все для жизни и для служения. И мы отдаем не от своего, а от того, что Бог дал нам с избытком. Тут просто надо увидеть. Второе. Но это касается не всех. Не всех людей в церкви это касается. Понимаете? А кого это касается? Те, которые поручат благодать. Или, если более точно, тех, кому это Христос дал. Понимаете? То есть, если он не дал, ну, ничего. Просто ходи в церковь и мучайся, пока я закончу проповедовать. Понимаете? Только кому Христос сдал. А как получить, вот, кому Христос дает? Только тех, кто ходит с ним, кто живет с ним. Не те, кто приходили, поели и разошлись по домам. Ученики, которые встали и сказали, мы будем ходить за тобой. Он говорит, может быть, вы тоже уйдете? Они говорят, ну, нет. Мы не уйдем. У тебя глаголы жизни? Мы не уйдем. Мы не уйдем. Потому, вот, благодать получают те, кто живут со Христом. Вот, каждый день. Для кого взаимоотношение с Богом это ценность. А не просто, ну, от случая к случаю это происходит. И это круто, реально. Это круто, реально. Мы все нуждаемся в обновлении. У всех у нас религиозность, она может поддавливать. Главное вовремя остановиться, покаяться, если нужно взять пост, смирить свою плоть, если вдруг она куда-то тянет. И просто продолжать следовать со Христом, наслаждаясь за ним каждый день. Сегодня много людей, мы живем во время, когда много людей оставили свои церкви и разъехались по всему миру. Я верю, что в этом есть воля Божья. Но реальность такая, друзья, и кто будет в записи смотреть, реальность такая. Не все люди, кто повыезжал из церквей, они переживут благословение Мессии. Только ученики, вот те, которые уехал, тех, кого Бог раскидал, и они поймут, что они приехали ради проповедования. Вот ради этого они живут. Все другие люди, то есть опасность вот этих всех разъездов по всем странам в том, что во многих странах будет очень много вещей, которые будут прельщать людей. В Европе однозначно больше денег, чем было в Украине для обычного человека. В Европе больше возможностей и еще немножко, и люди начнут это понимать. Что тут можно лучше жить. Вот те, которые задерживаются здесь. И, к сожалению, многие люди потеряются. Многие церковные люди, в этот момент, заметьте, я говорю, не христиане, а просто церковные люди, которые хорошо, тепло, они находились на своем месте, в своих церквях, там было все сложно. Сейчас многие потеряются. И потому я могу понять, допустим, тех пасторов, которые беспокоятся о том, что многие люди поуезжали. Но вы должны понимать, что я считаю, что это круто, что многие поуезжали. Я считаю, что все должны вообще поуезжать, чтобы мы наконец-то поняли, кто же был настоящий христианин, а кто просто сидел, церковный был человек. И вот сейчас это все начнет проявляться. Поэтому, ну, беспокоит ли меня то, что многие, из-за того, что многие уйдут из церкви, может быть, не нужно было бы многим разъезжаться или нужно вернуться? Нет. Вот моя позиция такая, вообще все пусть разъезжаются. Почему? Потому что в конечном итоге, ну, бесполезно сохранять то, что органически не принадлежит ко Христу и к ученичеству. Понимаете? Поэтому мы должны быть готовы к тому, что, к сожалению, многие люди, которые поуезжали, и даже наши знакомые, которые мы думали, что вот-вот он апостол настоящий, они потеряются в этом мире. Но все равно это стоит сделать ради того, чтобы открылись те, кто действительно был приготовлен к этому времени. Поэтому это послание вот ко всем нам. Все мы с вами, мы столкнемся с новыми искушениями. Но если мы будем держаться за Христа, это не проблема. А для этого нужно просто ходить с Ним. На работу идти с Ним. Понимаете? Не деньги зарабатывать, а с Ним. Нужно понять. Я здесь с миссией. Даже есть вот самая, ну, какая-то простая там и намного хуже работа, чем была в Европе. На учебу ходить с Ним. В магазин ходить вот тоже с Ним. То есть просто идти и думать об этом. Я не знаю, что из этого будет получаться. Может, не у всех это получится завтра. Не у всех даже, может, в течение года что получится. Но если мы будем пребывать со Христом и будем понимать, я здесь с миссией, и у меня есть здесь и моя жизнь, и часть служения, которые верно постоянно отдаю, тогда мы можем не переживать. У нас жизнь точно будет более избыточна. Потому, если помните, у Еремии пророк говорит, я вас переселил именно потому, что у меня есть планы лучшие для вас, на благо, которые я не мог бы воплотить в то, где вы находитесь. Поэтому моя молитва о том, чтобы как можно больше верующих, которые в рассеянии не сохранились, ну и моя молитва, чтобы мы здесь в Варшаве тоже с вами все очень хорошо понимали, что во Христе мы живем избыточной жизнью. Давайте будем жить избыточной жизнью и распространять ее по Варшаве. Помолимся. Через силой Божьей, через познание Иисуса Христа мы имеем избыточную жизнь. Так говорит Писание, в это нужно верить. У меня уже есть избыточная жизнь. Мой главный фокус должен быть на то, что Бог мне дал, а не на то, чего мне не хватает. Потому что то, что мне не хватает, Он мне даст завтра, Он мне даст в будущем, если я сумею правильно применить и посвятить Ему то, что у меня уже есть. Благослови, Господь, чтобы каждый из нас, мы действительно осознали ценность своей жизни в Царстве Божьем и то, что Ты, это Ты благословляешь и принес нам эту благодать иметь все потребное для жизни и служения Тебе. Дай нам правильно распорядиться теми ресурсами, которые есть, время, финансы и наши дары. И Господь благослови, чтобы мы смогли это приумножить во имя Иисуса. А Ты обещал, если мы будем верны даже в малом, то Ты дашь нам большее. Потому мы ожидаем даяния Твоей благодати в будущем. И мы верим, Господь, в это умножение, которое придет в жизни каждого из нас. Нас же благослови быть сегодня верными в том, что мы имеем. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Аминь.